Вроде бы мы сегодня стоим под защитой государства. Есть конкретная статья Конституции номер 2, в которой четко определено следующее. Человек, его права и свободы являются высшим ценностью признания соблюдения и защиты прав и свобод человека, гражданина, обязанность государства. Так вот, как государство у нас защищает наши права и свободы? Ну, я могу привести ряд примеров, интересных примеров. За последний год защита прав и свобод наших граждан, ну, немножко выше, чем обычно, они у нас называются олигархами, на всякий случай. Был принят закон, наверное, слышали такой закон о Вилле Харанденберге, по которому из вашего кармана им оплачиваются те средства, которые у них изъяты за рубежом. И это защита наших граждан. Это не важно, что сегодня государство задолжало всего лишь 1 триллион долларов пенсионеров. Это не страшно. Главное, чтобы наши олигархи не обеднели. Они бедные ведь виллу могут потерять. Кроме этого, у нас всего-навсего 16 тысяч законов выпущено. Они теперь в Думе делают так. Но мы сегодня выпустили 35 законов. Завтра берем обязательства на выпуск 40 законов. Послезавтра 45. Но эти законы не для жизни страны. Это законы для защиты в основном тех, кто ворует. Потому что сегодня у нас, по сути, послагерный режим. Нам мылят глаза тем, что у нас проблемы в Сирии. Что у нас проблемы с Украиной. Что у нас везде проблемы. А кто их создал, ребята? Вы их и создали сами. Не мы их создавали. Вы их. Так вы ответьте за это. Что вы нам рассказываете сказке? То с Турцией. Вот Турция сбила нам самолет. Ахахаха. А после говорят. Ну, знаете, вот он извинился. Ну, да. Ну, здорово. Так у нас получается так. Кто-то извинился. И хребто с ним, что у нас люди погибли. Происходит крак социума. Крак государства. От государства уже остались только одни руины. И на этих руинах правит олигархическая группировка. Это люди, которые готовы со следующего года на треть уменьшить затраты на медицину. Кто готов ввести налог на безработных, которым нечем платить за эту медицину. Поэтому они должны оттуда взять деньги непонятно откуда. Они готовы повысить пенсионный возраст не для того, чтобы, конечно, пенсионеры начали работать. А для того, чтобы просто не платить пенсии. Они готовы сэкономить на нас, лишь бы сохранить свои доходы. И они готовы сажать в тюрьмы русских патриотов для того, чтобы слово правды звучало как можно меньше. И люди были дезинформированы о том, что творится в нашей стране. Экономика вся сыпется. Страна в страшных судорогах ждет чего-то очень нехорошего. Нет рабочих мест. Кто работает, низкие зарплаты. Получается, что на создание новых рабочих мест, на повышение зарплаты, на другие социальные выплаты денег нет. А есть деньги на закон герой, деньги есть на национальную гвардию. Деньги есть на то, чтобы нашим олигархам компенсировать те убытки, которые они терпят за рубежом. И все это, конечно, очень чудовищно. И наши люди это понимают. Если возьмем внешнюю политику, то у нас здесь тоже сплошное кровопрожение в умах и непоследовательность. То Турция наш враг. Через два понедельника она наш групп. То Китай наш стратегический партнер. И что же это стратегический партнер? Китай и Индия и все остальные не полагают нам никак в Сирии. Хотя о Сирии это вопрос другой. Да и все это ситуативные друзья, которые завтра нас придадут. И вот такое шарахание во внешней политике. Вот такая беспринципность по отношению к нашему стратегическому союзнику Белоруссии. И другие моменты говорят о том, что у наших руководителей нет стратегии развития. Куда мы идем дальше? Они нам обещали 20 миллионов рабочих мест. Где они? Они нам обещали стратегию 2020. Где она? Что выполнено? И так далее. По всем позициям сплошной обман, ложь и сплошные провалы. И реальные слова правды вы можете услышать только от нас. От русских националистов. Тогда как по всем официальным СМИ сплошная ложь, сплошная реклама. И сплошные там шоу программы, которые дебилизируют людей. Средства массовой информации превратились по своей аббревиатуре, по сущности, в совершенно иное и противоположное. В смрак. Средства массовой рекламы, агитации, дезинформации и дебилизации. И какие чудовищные законы принимают о создании национальной гвардии, которая по численности уже превосходит. Никогда такого не было в истории России. И сухопутные войска, они у нас численностью 300 тысяч, национальная гвардия 400 тысяч. Тем более с танками, с вертолетами, с самолетами. Против кого они собираются воевать? Получается так, что против собственного народа, русского народа, которые не питаются всеми силами юридически и фактически вычеркнуть из истории. Нет упоминания о русском народе в Конституции. Негласно русский народ находится под запретом. И есть только его имитация. Русский сахар, русское лотвор, русский хлеб и так далее. Пустые названия, за которыми опять же стоят нерусские учредители и нерусские руководители этих предприятий. Но русский народ, он не умер, он жив. И мы встанем не только с колен, но и расправим наши плечи. И придет время, когда всем будет справедливое воздаяние за все то, что они творили в отношении нашего благострадательного, угнетаемого, но тем не менее живущего русского народа. И пользуясь случаем, уважаемые царатники, друзья, я приглашаю вас на русский марш, который пройдет при любой погоде 4 ноября в день русского национального единства. Русский национальный марш. Обычно мы его проводим от метро Октябрьское поле до метро Щухинское. В районе 12 или часа начинается сбор участников, и 4 ноября мы выстраиваемся в колонны и движемся. Ну а все те, кто нас слышит, смотрят, кто внимает нашим правдивым словам, вам задача провести, где бы вы ни были, марши, мини-русские марши. И мы должны с гордостью, с расправленными плечами пройти по городам и селам нашей необъятной Родины и показать, что русская нация жива и что нашим всем врагам скоро придет конец. Это проверка. Кто не способен даже на это выйти на русский марш, тот не способен ни на что. Вот не может быть нам соратникам, вот просто наблюдатель со стороны, кто смотрит со стороны, как умирает его Родина. Это не гражданин. 4 ноября. Мы всех приглашаем, тех, кто мимо прошел и уловил это краем уха, те, кто пришел и поддержал политических заключенных на сегодняшнем митинге, участвовать в русском движении, потому что идеология русского национализма – это идеология спасения страны от олигархии. Когда нам показывают украинцев какие-то нечистоты текущие по улице и говорят, вот это украинские националисты, вам врут, нагло врут, потому что это не националисты, это сепаратисты, анархисты, бог знает еще кто. Они специально называют этих людей националистами. Хотя нет такой нации украинской и не было никогда в истории. Поэтому хотят запачкать и нас, русских националистов. А русская национальная идеология – это идеология освобождения от олигархии. Либо вы за олигархию, либо вы вместе с русским движением приходите на русский марш. Свободу политическим заключенным. Слава Синам! Слава Руси! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России!